В эфире «Наше время» в студии Анна Нитченко. Здравствуйте! Один человек погиб, восемь ранены вследствие атаки РФ баллистической ракетой по Одессе. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Целью противника в очередной раз стала припортовая инфраструктура. Все пострадавшие – жертвы, работники порта. Повреждены два гражданских судна под флагом Палау и Белисс. Латские помещения с зерном, административное здание и автомобили. В России уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134 на военном аэродроме Оренбург-2. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, борт принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку ВСРФ. Обычно Ту-134 используется для транспортировки руководящего состава Министерства обороны России. Он может перевозить до 96 пассажиров. 161 боестолкновение произошло на фронте 13 октября. Активнее всего противник наступал на Кураховском направлении. Также много атак было на Покровском, Лиманском и Купинском. Об этом сообщил генштаб ВСУ. На границе с Черниговской и Сумской областями РФ сохраняет военное присутствие и обстреливает населенные пункты с территории России из минометов и артиллерии. Также сообщается, что противник продолжает наносить удары по Курской области. Авиация РФ сбросила на регион 31 управляемую авиабомбу. 670 тысяч такие потери российской армии в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения. За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали еще 1260 российских оккупантов. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 4 российских танка, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, а также поразили 40 единиц автомобильной спецтехники и цистерн с топливом. Европейский Союз ввел санкции в отношении Ирана из-за поставок баллистических ракет России. В список попали иранские чиновники, фирмы и авиакомпании. Об этом пишет официальный журнал ЕС. Под ограничения попали 7 физических лиц, включая замминистра обороны, несколько чиновников из корпуса Стражи Исламской революции, военные атташе посольства Ирана в Российской Федерации. Также в санкционном списке 7 компаний, из них 3 иранские авиакомпании. Физическим лицам запрещен въезд на территорию Европейского Союза, их активы блокируются. Компаниям также грозит блокировка активов. Европейскому бизнесу запрещены какие-либо контакты с ними. Ранее Евросоюз предостерегал Иран от передачи России баллистических ракет. Тегеран тем временем отрицает поставки боеприпасов в Москве, а также осудил запланированные санкции ЕС. Встреча министров иностранных дел Европейского Союза стартовала в Люксембурге. В ней примут участие представители 27 стран. По данным СМИ, темами обсуждения станут война России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке. В частности, будут говорить о санкциях против Российской Федерации, подготовке военных сил обороны Украины и гуманитарной помощи. В первом туре парламентских выборов в Литве лидирует оппозиционная партия. По результатам обработки более 98% бюллетеней социал-демократы набрали почти 19,5% голосов, сообщает главная избирательная комиссия. При этом правящая партия, Союз Отечества, Литовские христианские демократы, во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните, на втором месте с результатом почти 18%. В целом, шесть политических партий преодолели необходимый порог голосов и разделят между собой 70 мандатов в парламенте. Еще 71 члена Сейма выберут по одномандатным округам. В Министерстве внутренних дел Германии предупреждают, российская разведка активизировала свои действия внутри страны. Об этом заявила глава МВД Нэнси Фезер. По ее словам, в Берлине отмечают, что, цитирую, «режим Путина действует все более агрессивно». В связи с этим в ведомстве не исключают вероятности саботажей и целенаправленных убийств. В то же время Фезер заверила, что немецкие органы безопасности разворачивают ресурсы, чтобы оградить государство от угроз, связанных с российским шпионажем и кибератаками. Северная Корея приказала артиллерийским подразделениям вблизи границы с Южной Кореей быть готовыми к ведению огня. Как передает Южнокорейское агентство, соответствующий приказ был отдан Генштабом армии КНДР. Ранее северокорейским войскам также было поручено подготовить всесторонние контрмеры на всех уровнях. Такими действиями Пхеньян реагирует на якобы возможное проникновение в страну южнокорейских беспилотников. К 20 часам 13 числа перевести в боевую готовность 8 полностью вооруженных артиллерийских бригад, находящихся в боевом порядке, и завершить различные мероприятия по обеспечению оперативной безопасности. Из приказа Генерального штаба КНДР в публикации издания ЮНХАП. Кроме того, КНДР, вероятно, готовится подорвать дороги, ведущие в Южную Корею. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. И якобы произойти это может уже сегодня. По словам южнокорейских представителей, СУЛ готовится к возможным провокациям и решительно на них ответит. США отправят в Израиль свой военный контингент вместе с передовой противоракетной системой ТХАД. Об этом в Пентагоне заявили в воскресенье 13 октября, пишет Ройтерс. По словам президента Джо Байдена, решение было принято в ответ на ракетные атаки Ирана. Кроме того, спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер назвал это «развертывание частью стиру более широких изменений со стороны Америки» для поддержки Израиля и защиты американского персонала от нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок в регионе. Президент Джо Байден посетит Германию в пятницу 18 октября. Его визит будет ограничен одним днем. Об этом сообщила немецкая сторона. По словам спикера правительства Вольфганга Бюхнера, Берлин находится в тесных консультациях с Вашингтоном по поводу деталей визита, которые пока не разглашают прессе. Напомню, Белый дом планировал поездку Джо Байдена в РГ еще на прошлой неделе. Однако из-за ураганов США американская сторона перенесла встречи. Как следствие, была изменена и дата заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». В Европе стартовали двухнедельные учения НАТО «Стойкий полдень», направленные на защиту стран-участниц Альянса. В этом году они проходят на авиабазах в Бельгии и Нидерландах, а также над акваторией Северного моря в воздушном пространстве Великобритании и Дании. В маневрах задействованы самолеты из 13 государств НАТО и около 2000 военнослужащих. Среди более чем 60 бортов современные истребители, способные нести американские ядерные бомбы, размещенные в Европе. В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что учения не являются реакцией на агрессию России против Украины. Впрочем, как отмечают Deutsche Welle, они призваны послать Москве четкий сигнал о том, что НАТО готово защищаться в том числе с помощью ядерного оружия, если случится худшее. «В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готово и способно ответить на любую угрозу». Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, из публикации агентства Reuters. Новая база противоракетной обороны США, которую откроют в Польше, сможет сбивать российские ракеты. Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что речь идет о ракетах, которые летят в направлении его государства. Тем временем в Бельгии военные казармы были переведены в режим повышенной готовности из-за возможных диверсий. Детальнее о том, как страны НАТО усиливают оборону из-за возможной российской угрозы, расскажет Кристина Домбровская. В 2016 году Польша официально начала строительство объекта американской системы противоракетной обороны «Иджис-эшор» в Редзикове. Она расположена в 165 километрах от границы с Калининградской областью, имеет радиолокационную станцию и три пусковые установки МК-41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков. По словам министра иностранных дел Польши Родослава Сикорского, объект, концепция которого потерпела изменения на фоне войны России против Украины, торжественно откроют в ближайшие недели. Благодаря нашему членству в НАТО у нас теперь есть в Польше 10 тысяч американских солдат, западная система ПВО в Польше и все это для сдерживания Путина. В ближайшие недели, например, мы наконец-то откроем базу противоракетного щита в Редзикове. Это база, о которой мы уже договорились с Соединенными Штатами. Я договорился, чтобы эти ракеты могли сбивать и российские ракеты, летящие на Польшу, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты. После официального открытия базы на севере Польши в Европе будет уже два объекта противоракетной обороны. Первый находится вблизь населенного пункта Девеселу в Румынии. Эта база была введена в работу еще в 2016 году. Как отметили в НАТО, системы ПРО носят исключительно оборонительный характер и являются важнейшим элементом коллективной обороны НАТО, утверждал тогдашний глава НАТО Йенс Столтенберг. Баллистические ракеты широко использовались в войнах в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, 2014-2024 годы. Из заявления на брифинге. В Генштабе России ранее заявили, что развернутые на базах ПРО в Румынии и Польше установки МК-41 могут использоваться не только в оборонительных целях, но и для пусков крылатых ракет среднего радиуса действия «Тамагавк». Однако именно российские цели регулярно влетали в воздушное пространство Польши после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Военные самолеты Польши и союзников по НАТО были подняты в небо, чтобы обеспечить безопасность страны на фоне ракетных ударов России по Украине. Так, российская ракета Ха-55, как сообщила польская радиостанция РМФ-ФМ, во время очередного массированного обстрела Украины пролетела десятки километров над польской территорией и упала в 16 километрах от тренингового центра НАТО. С раннего утра наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины. Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши активированы. Оперативное командование вооруженных сил постоянно следит за ситуацией. Оперативное командование вооруженных сил Польши. В соцсети ИКС. Тем временем в Бельгии усилили меры безопасности в военных казармах. По информации издания «Брюссель Таймс», решение может быть связано с атаками пророссийских хакерских групп на бельгийские сайты в последние дни. Из-за возможных диверсий против подводной инфраструктуры Германия задействует элитный спецназ для охраны в Балтийском и Северном морях, сообщает немецкое издание «Шпигель». НАТО, по информации издания «Зе Таймс», заподозрило Россию в минировании подводной инфраструктуры в Северном море. Подозрения основаны на данных компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми вышками. В Пекин с официальным визитом прибыл министр обороны России Андрей Белоусов. В ходе визита он проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая, говорится в сообщении российского Минобороны. У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации. Министр обороны Китая Дун Цюнь поприветствовал главу военного ведомства Российской Федерации. В то же время Китай провел масштабные военные учения возле Тайваня. Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, КНР заявило, что делает строгое предупреждение и отрабатывает блокады острова. Маневры состоялись уже второй раз. Как сообщают китайские военные, учения прошли в девяти локациях вокруг Тайваня. В них принимали участие и корабли, и истребители. Армия КНР сообщила, что маневры завершились успешно. В свою очередь, в Министерстве обороны Тайваня назвали китайские учения иррациональными, и провокационным поведением. И предупредили, что готовы защищаться. И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Алексей Буряченко, кандидат политических наук и глава Международной ассоциации малых городов. Рада вас приветствовать. Взаимно приветствую вас и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Давайте с визита начнем. Какая основная цель визита министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова в Китай? Мы прекрасно понимаем, что у любого такого визита есть, имеется в виду российских чиновников в Китае, есть официальная часть, а есть неофициальная. Мы с вами можем абсолютно смело предположить, что неофициальная и, скорее всего, главная часть, она, конечно же, касается товаров двойного назначения, которые, как зафиксировали уже не один раз, западные разведки, и наша, в том числе, разведка, идут, продолжают идти в Российскую Федерацию, либо напрямую. Но если это касается какой-то там бытовой электроники, которую Российская Федерация, опять же, может использовать в военных целях, ну, если это уже что-то ближе, действительно, к военным образцам, оно идет обычно через третьи страны. Они, опять же, фиксировали Казахстан, Киргизию, раньше это была Агмения, но, одним словом, страны азиатские, где есть довольно серьезное влияние, как Российской Федерации, так и Китаю, которые, опять же, как это, да, нагребуют заработать на таком транзите, получив с этого, соответственно, свой профит. Но официально, я думаю, что будут говорить про экономическую составляющую, и тут же она тоже важна, потому что дальнобойные дроны, дальнобойные дроны и беспилотники, они, как российскими компаниями, сейчас модернизируются, да, в Китае с участием китайских инженеров, ну, потому что, банально, в России нету своих достаточного уровня таких инженеров, высокотехнологических, которые готовы работать с современными чипами, поэтому и привлекаются китайские компании для российских разработок. Так, собственно говоря, это дорога с двусторонним движением. По информации иностранных разведок, Китай передал партию своих разработанных беспилотников Российской Федерации, чтобы они их протестировали, да, на войне против Украины, потому что это проверка в реальных боевых действиях. Мы же прекрасно понимаем, что дополнительной мотивацией является то, что у Украины есть серьезные западные системы ПВО, это и Ристэй, это и Насамс, прежде всего Патриот, и насколько я понимаю, китайцы хотят, ну, все-таки протестировать свои образцы, насколько они готовы противостоять этим системам ПВО. Это, на самом деле, в случае с Китаем, скажем, не акт, я бы не расценивал, как акт какой-то военной агрессии, тем более, что нужно еще получить подтверждение этой информации. Я бы все равно это рассматривал как экономическую составляющую, что Китай сейчас пытается идти в ногу со временем, и они уже разработают целый рой дронов, к чему еще на самом деле не дошла инженерная мысль ни одной западной страны. Это как наиболее перспективное, так сказать, направление развития. Но принимали нового министра обороны Российской Федерации в Китае пафосно, с военным караулом, его маршал, собственно говоря, китайский встречал. Ну, то есть максимально пафосно и максимально публично учтиво. Да, вот вы сейчас показываете это на своих, опять, экранах. Это стоит отметить, потому что, опять же, символизм в Китае находится на довольно-таки всегда серьезном уровне, и мы должны понимать, что Китай тем самым показывает как своим внешним оппонентам, так и на внутреннюю, так сказать, рамку, что Россия является для них сейчас, ну, важным, ну, сказать, партнером, наверное, вряд ли, но таким младшим партнером, мне кажется, что такое вот определение будет максимально корректно в их конкретном случае, и, конечно же, для Российской Федерации, для полноты анализа того, почему приехал министр обороны в Китай, стоит отметить, что Россия сейчас активизирует абсолютно все свои усилия на поле боя, потому что они прекрасно понимают, что окно возможностей очень маленькое. И, как видим, сейчас появляются от разведок информации про даже, возможно, задействование корейского контингента, да, Северной Кореи, конечно же, Российской Федерации, но пока это не подтверждено, опять же, на уровне информации разведок. Мы видим, насколько активизируется трек взаимодействия с Ираном, ну и вот сейчас третий элемент этой комбинации, это, конечно же, главный ориентир для Российской Федерации, это Китай. Ну и, собственно говоря, не грех еще раз напомнить, насколько созависимых отношениях, да не созависимых, точнее, просто зависимых отношениях находится Российская Федерация по отношению к Китаю, потому что у них взаимный товарооборот колеблется в 70-80%. То есть, по сути, Россия монопольно зависит от Китая, ну и в том числе и финансовой системе, потому что сбережения Нацбанка, Нацрезервы России хранятся, опять же, в юанях, а не в какой-либо другой валюты, которая подсанкционна для Российской Федерации. То есть Российская Федерация пытается сейчас активизировать максимум всех потоков, всех ресурсных возможностей и, по сути, они идут ва-банк для того, чтобы максимально продвинуться на фронте до начала холодов и, желательно, до выборов в Соединенных Штатах и до саммита мира, который планируют провести Украину. По поводу взаимопомощи Китая и Российская Федерация, ну, понятная идея, китайская компания передает России специально разработанные военные беспилотники для проведения испытаний в Украине. Соответствующий отчет получили западные чиновники, пишет об этом издание The Times. Вы об этом говорили и по его данным. Соглашение о поставках было заключено еще в прошлом году. Напомню, 25 сентября Reuters, ссылаясь на источники в Европейском разведывательном агентстве, сообщила, что Российская Федерация запустила в Китае программу по разработке и производству ударных дронов большой дальности для войны против Украины. По данным агентства, россияне разработали и провели испытания новой модели беспилотника под названием «Гарпия-3» в КНР с привлечением местных специалистов. Здесь вопрос в другом. А что Российская Федерация дает взамен Китаю? Чем платит? Российская Федерация платит полностью, как мы уже с вами сегодня заявили, зависимые отношения. То есть настолько слабыми позициями, геополитически слабыми России еще не было никогда. Ну имеется, конечно же, там в новой истории. Потому что не имея абсолютно вариативности ни в технологиях, ни в сырьевом подходе, ни в технологической продукции, Россия полностью ввалилась в следствие такой неадекватной антизападной политики и нападением, ничем не спровоцированной на Украину, как следствие наложением санкций. Она ввалилась в полную зависимость от Китая. И это является, по сути, сейчас самым главным мотиватором для Китая, скажем так, сохранять этот уровень взаимодействия с Российской Федерацией. Потому что именно Российская Федерация с помощью своих ресурсов, а я напомню, что вообще Китай сейчас выставляет требования России, чтобы они энергоресурсы и другие сырьевые ресурсы подавали, перепродавали, ну по сути, экспортировали в Китай по внутренним ценам. То есть они уже Российской Федерации, по сути, ставят условия. Именно российское сырье в сложное время для России, под санкционное время подняло экономику Китая. Потому что я напомню, что когда начиналось полномасштабное нападение Российской Федерации на Украину, Китай находился, китайская экономика находилась в очень сложном положении. Она находилась в состоянии глубокой рецессии. Были разорваны большое количество экономических кооперационных связей. Связано это было прежде всего с коронавирусом и с тем, что на тот момент даже несколько китайских городов до сих пор еще были, ну по сути, заблокированы, в том числе экономически. И кто, по сути, их вывел с этого состояния? Конечно, Российская Федерация. Откуда они смогли получать дешевые энергоресурсы? Россия стала дополнительно большим рынком для китайских товаров. Там же, по сути, в России сейчас пропали станки, пропало оборудование, пропала технологическая продукция с Европы, Соединенных Штатов, в целом с западного мира. Причем все это за эти несколько лет полностью было заменено, скажем, да, менее качественной, но более доступной продукцией из Китая. Конечно же, от такого экономического буста Китай не откажется. И он будет тянуть соки со слабой России столько, сколько сможет. Да, Китай будет делать публичные реверансы, вот будет, как показывается на экранах, встречать пафос на Белоусова, там, министра обороны. Кого угодно, они будут кричать, будут салюты пускать, будут, как марши праздничные устраивать, да, вот Путин приезжал в Китай, опять же. Но при этом Китай делает то, что выгодно прежде всего Китаю, а не Российской Федерации, а не кому-либо еще. Да и более того, те, кто глубоко следит и давно следит за взаимоотношениями Россиями и Китая, прекрасно понимают, что эти два государства, конечно же, не друзья, конечно же, не партнеры и не союзники. Это просто ситуационные партнеры. И да, поскольку России нужны товары двойного назначения, технологические товары для постоянного, потому что фронт требует постоянно нового оружия и пополнения как ракет, так и беспилотников, так и другой номенклатуры вооружения, Китаю нужно одно, Китаю нужны деньги, Китаю нужно дешевое сырье, Китаю нужны дополнительные рынки. И сейчас он становится уже все ближе и ближе к реализации своего до внешнего плана, восстановлением сухопутного коридора между Китаем и Европейским Союзом. И сейчас уже полным ходом через страны Азии и Ближнего Востока строятся две ветки. Даже на тот случай, если одна будет заблокирована, Китай уже обжегся на Российской Федерации, потому что я напомню, кто не знает, то изначально такой шелковый путь, как они называют, должен был проходить через Российскую Федерацию и Беларусь. И даже уже был заключен ряд инвестиционных проектов на создание такой магистрально-железной дороги. Но после нападения на Украину со стороны Российской Федерации все договора были обнулены, ну и с Белоруссией собственно так же. И поэтому Китай, конечно же, очень относится серьезно, например, к заявлениям России использования ядерного оружия. Потому что это является с экономической точки зрения абсолютно для него недопустимым, потому что у них довольно высокий уровень взаимоотношений как с Белоруссией, так и с Российской Федерацией, и неминуемо тогда Китай будет изолирован не только со стран глобального Запада, но и другого, и другой части мира, и даже в том числе глобального юга. А это для Китая сулит полным банкротством перепроизводство ровно то, что было в Соединенных Штатах в 60-е годы, что называли глобальной экономической кризисом США. А по поводу военных учений вокруг Тайваня, маневры что дадут Китаю и России, и какую несут угрозу в регионе? Это серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос, особенно когда все в ожидании БРИКС, которому должны, но уже и заявили желание примкнуть не только Турция, которая одновременно является кандидатом в Европейский Союз и членом НАТО, так и еще и более того, за БРИКС заговорила уже Сербия. Прямо из сердца Европы, из центральной Европы страна изъявила предварительное желание принять участие в саммите, возможно даже подать заявку на членство. Мы видим, что с ослаблением западного мира, когда мы видим нерешительно со стороны НАТО, мы видим нерешительно со стороны Соединенных Штатов, которые углублены прежде всего в свои внутриполитические, скажем так, дела абсолютной недееспособности Организации Объединенных Наций, никому не нужных решений Генассамблеи, резолюции, которые не обязательны для исполнения, а РОДБЕС полностью заблокирован прежде всего страной, которая незаконно там находится Российской Федерацией. Страны глобального юга пытаются объединяться. Да, они конечно же, они очень разные, каждый из них. У них нету такой идеологического фундамента, как например у стран НАТО или Европейского Союза. Но это сейчас для них не главное. Сейчас главное для них это, так сказать, быть в мейнстриме того мира, который очень динамически меняется на наших глазах. Но проведение БРИКС, опять же, в Казани, в Российской Федерации, на нем, скорее всего, будет реализована первая встреча так называемых друзей мира, которые инициируют Китай с Бразилией. И в основу этой группы стран ее создание лежит именно китайско-бразильский так называемый мирный план на урегулирование войны России против Украины, как Китай до сих пор называет внутриукраинский конфликт. Сколько не проводя с ним туров, переговоров, они все равно продолжают стоять на вот этой своей двойственной позиции. Ну и на фоне этого всего, я вам честно скажу, довольно-таки опасно выглядят эти учения вокруг Тайваня. Тем более носят они такое название, как, если я не ошибаюсь, то ли предупреждение, то ли последнее предупреждение. Как-то вот таким образом направлено это на те силы, которые, как считает Китай, являются деструктивными в Тайване и выступают против объединения. А если ко всему этому еще добавить, что эти учения будут происходить, собственно, со всех сторон острова, где-то больше, где-то меньше, уже Китай даже официальный план этих учений опубличил, вот, то действительно за Тайвань становится довольно тревожно. А я напомню, когда Си Цзиньпинь шел на вот этот срок, который уже идет его правление, он говорил, что Китай с Тайванем, они объединятся и воссоединятся, и что этого хочет китайский народ. Но вот если суммировать всю эту сумму факторов, то я думаю, конечно же, еще раз повторюсь, это довольно тревожный сигнал. Алексей, спасибо огромное за вашу аналитику. Зрителям напомню, это был Алексей Буриченко, кандидат политических наук и глава Международной ассоциации малых городов. Ну а в этом выпуске ставим точку. Итоги будут в 21.00 по Киеву. До встречи.